Девчонки, всем привет! Смотрите, 2,80 евро. Вот такие вот куча, куча 10 плечиков довольно симпатичных. Это в магазине Primark. Это английский магазин, самый бюджетный, экономные покупки, любимый магазин многих-многих туристов. Давайте пройдемся по магазину, посмотрим, там корзинки, здесь все для дома, одежда и вообще всякие мелочи, покажу все, что есть в магазине. Такая вот корзиночка интересная. Ходим, очень много народу в магазине, поэтому я так стараюсь снимать те места. Кстати, это дозаторы, смотрите, сразу три штуки. Жидкое мыло, шампунь, бальзам, гель для душа. Так, вот здесь такие полотенца. Еще раз повторюсь, много людей в магазине, тут же ведь и горшки такие, и горшок, а как это, кувшин, да, кувшин 10 евро. Симпатичные цены здесь не фиксированные, но очень-очень дешевые. Здесь все, есть и постельное белье, пижамы, одежда, полотенца, все для дома, сувениры, вообще такое, ну все. Я здесь люблю покупать футболки и потом покажу, я себе футболочку взяла. Хотела кофту взять, но как-то смутило, слишком воротничок был такой светлый. Так, это вот, видите, уже новогодние всякие подарки. Три евро, по-моему, стоят, да? Вот такие вот всякие. Знаете, кстати, очень хорошие подарочки. Вот эти вот полотенчики разные, а я люблю вот эти полотенца. Они стоят сейчас 5 евро, а раньше стоили, по-моему, 4,50. Но я возьму, я хочу себе, такие в Питер еще я забирала, и вот хочу еще, прям очень хочу. Да, давайте посмотрим. Вот так, что я их возьму. Четыре штучки здесь очень классные, хорошо. Знаете, волосы отжимают хорошо, и умываться им удобно. Руки, естественно, вытирать, и вообще все, что угодно вытирать. Ну и кухонные полотенца неудобны. Вот видите, всякие здесь красивые наборчики можно брать в подарок своим близким, родственникам. Довольно такая небольшая цена и различных оттенков, да, видите, и синенький, и бежевый, и новогодний, и розовый, и черный с белым. На все случаи жизни, и детские, и взрослые, разные. Так, опять новогодние, или рождественские, видите, сколько. И вот, действительно, как сувенир, очень удобно. Тут какие-то коробочки, тут тарелочки пластиковые, ну, не разовые, но такая по себе пластиковая тоже. Мало ли где-то во дворе отдыхать, видите, вот всякие-всякие разные. Подставочки под горячее, такие смешные. Такая вся секция. Так, это какие-то уже тут костюмы, кстати, тоже всякие. И всякие-всякие разные, там еще варежки, которые в подарки класть, видите. Много новогодних сувениров на елке, украшения различные. В общем, вешайте, что хотите. Вот такие вот козочки мне понравились, или кто это, симпатичные. Так, идем дальше. Хочу вам сказать, девчонки, заметьте, это домашняя обувь. Обратите внимание, в чем ходят испанцы зимой, видите. На протекторе теплые тапки. Все еще говорят, пойду куплю уги. Почему такие теплые тапки? Потому что в домах кафель. В основном везде кафель. Из-за того, что ламинат спучивается, влага большая. Вот, кстати, у меня вот такие вот тапки, как коричневый, 6 евро стоят. Вот такие вот, но у меня серые. А я в Питер себе отвезла. В Испании у меня простые тапки, еще дешевле, по-моему, по 3 евро. Видите, розовенькие разные есть. Но пока мне не надо, пока не так холодно. Вот, видите, вот такие у меня серенькие. А в Питере меня очень устраивает, только вот такой полосочки нет. Да, они вот такие, без полоски. Видите, эти симпатичные, без полоски. Ну и вот, что хочу сказать. В общем, тапки супер. И видите, какие шлепанцы меховые. Чего только нет. Вот такие тапки за 3 евро у меня, черные здесь, в Испании. Вот такие у всех моих знакомых шлепанцы. Открытый носик, но при этом они шерстяные. Ну, меховые такие, да, конечно, искусственный мех. Но все же, да. Вот такие, кстати, мне надо будет купить. Потому что все любят носить вот такие тапки. Потому что холодные полы. Подогрев, конечно, никто полов не делает. Потому что это очень дорого. Здесь электричество очень дорого. Дороже, чем в Финляндии, разумеется. Хотя здесь тепло, но все же очень холодно. Так что вот так вот. И дома еще не утеплены. Здесь пижамы. Вообще зимой есть такие махровые полотенца, махровые простыни, махровые одеяла. Знаете, вот постельное белье все махровое. И теплые-теплые сорочки. Да, это мы привыкли, что мы ночью спим в легкой одежонке. Там в какой-то сорочке легенькой. И вообще ходим босичком в тапочках каких-нибудь. Да, и все. То есть у нас тепло. В Испании не так. Здесь экономится на отоплении. Колоссально, как экономится. Но еще есть проблемы. Вот пижамы тут разные. Если вы не экономите на отоплении, вы будете топить улицу. Потому что стены здесь, ну, дырявые. Реально. Вот стройка. Это вообще просто никакого утеплителя нет. Ничего нет. И тепло дома не держит. А перепады очень сильные. Зимой может быть плюс, например, 16 днем. И плюс 7, плюс 9 ночью. И, представляете, это очень холодно. И при этом сыро. Представляете? Как-то лежишь промозглый. Вот такие всякие пижамки, видите, интересные. Бэмби. И, в общем-то, поэтому уже все затариваются теплыми вещами. На зиму, да, вот так вот. И люди привыкли, что в Испании, кстати, в квартирах 12 градусов. 13. Вот мы прошлой зимой жили. У нас было 12-13 градусов в квартире. И плюс 16, потому что мы ставили батарею. Может, 17 в ванной. Вот, кстати, такие носки люблю. Вот такие, вот, вот, вот такие. Видите, они поразмерный ряд. Если зелененький, это значит с 35 по 37. А вот эти зелененькие. А если желтенькие, это уже с 38 до 41. И мне не подходит. Вот такие носки люблю теплые. Я уже брала тоже себе. Вот видите, есть мой размер. Зелененькие, это мои. Ну, вот, если на бирочке написано, нарисовано зеленые. Видите, поразмерный ряд. Так, тут какие-то в полоску. Черные, черные у меня есть. Мне не надо. Не хочу черные. Не люблю черные носки. Так, давайте посмотрим кеды. Давно, в 19-м году, еще до ковида, покупала в примарке кроссовки. Они обалденные. Они у меня в Питере до сих пор. Я в них хожу, гуляю, ну, когда тепло, вокруг озера, катаюсь на велосипеде. Обалденно классные. Так, вот я еще и босоножки покупала. Помните, осенью, похожие такие. Тоже в примарке. У меня лежат, с моими больными ногами я не ношу. Но думаю, мало ли, куда-нибудь там, на фотосессию или как-то там одеться когда-нибудь. Ну, в общем, вот, да, вот я набрала себе полотенчиков, носочков. Так, будем дальше ходить, смотреть. Видите, сколько различных кед. Все мои знакомые покупают здесь кеды вот такие и носят. Вот, кстати, вот такие тоже неплохие. Вот, но у меня сейчас обуви есть. Я привезла. В прошлом году я мерзла, искала, бегала по примарку, искала какую-то теплую обувь, но ничего так и не купила. А сейчас, да, я привезла, я покажу вам как-нибудь, какую обувь я привезла, что у меня есть. И, в общем-то, я затарилась. Потому что, когда надо, твоего размера всегда нет. И ты бегаешь по примарку. Вот так, примарк этот находится в Лозене Булевар. А Лозене – это торговый комплекс, огромный, под открытым небом. Он находится от нас в 10 километрах от нашего дома. Так, ну, вдоль набережной он. То есть он находится, как бы, скажем, на юге, ну, ближе, как на юге Теревьехи. А мы живем, скажем так, на севере Теревьехи. Вы смотрите, такие со стразами. Все здесь любят вот такие блестки, стразы, да, и чем блестящие, тем лучше. Какие-то тут сумки есть, рюкзаки. Естественно, все эко-кожа или кожа сам, тканевые. Но, в общем-то, тоже имеет место быть, да, бюджетные такие. Ну, эконом сумки, прям совсем эконом. Так, свитерочки. Вот такой серо-бежевый свитерок. Вот такой вот я мерила. Но не взяла, потому что у него воротничок белый. Я постоянно в тональном креме. Но очень классный, стоит 16 евро. Обратите внимание, кто ходит в Примарк. В каких странах, кстати, Примарк есть, кроме Испании? Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Мне интересно. Так, ну, в Испании это топчик магазин номер один. Никто с пустыми сумками не уходит. Это все для дома. Здесь сувениры и все вот такое тоже к Новому году, к Рождеству. Ну, и просто всякие такие цветочки домашние. Очень много свечек, статуэток, цветов искусственных, различных в баночках, вазочках. Вот такие вот штучки. Вот такая красивая штукенция. Мне очень понравилась. Так, ну что? Дальше. Это постельное белье. Это вот я вам показываю детское белье. 12 евро. Здесь цены очень бюджетные. Но есть и взрослая постельная. Ну, то есть для большой постельное белье, скажем так. Так, всякие вот эти вот, да, смешные такие цветочки, цветочки. Видите, вот такие вазочки милые. Вообще, можно очень прекрасно декорировать. Вот это мне понравилось. Декорировать дом свой. Всеми этими цветами и вообще всякими статуэтками. В общем, много, что есть. Примарки и цены самые бюджетные. Самые экономные. То есть эконом-эконом, да. Вот аллое, еще что-то. Не могу сказать, что все вещи здесь качественные. Скорее всего, не сильно качественные. Но можно что-то найти. Можно найти хорошую футболку. Можно найти хорошие какие-то статуэтки. Для дома очень много вещей можно найти. Вот такие, видите, это свечи. И вазочки хорошие. Спортивные костюмы, какие-то шорты можно, футболки, майки. Иногда свитера. Тапочки обязательно. Вот тапки везде самые бюджетные здесь. И самые, скажем так, удобные. Да, вот смотрите, еще вот такая какая-то штукенция закрывающаяся. Не понимаю, что это такое. Это для свечек. Все свечи я не люблю натуральные. Только вот такой вот гном интересный какой-нибудь. Думаю, надо купить что-то к Новому году. Потому что потом цены будут высокие. Когда будет уже конец ноября, уже начнутся цены высокие. А уже, понятно, после Рождества будет подешевение. Медведь прикольный. Но надо брать сейчас. Пока вот это все поставили. Но цены еще прошлогодние такие. Ну, дешевые. Так что надо посмотреть. Так, вот смотрю, этого гнома Санта-Клауса сидячего. Так, на камин посадить надо, да? Вот так вот прикладываю. Смотрю, как он там вообще. Нормуль, не нормуль. Симпатичный, да? Ну, мне еще медведь понравился. Там их много разных. Надо по лицу посмотреть. Ой, смотрите, какой вот такой мальчик. Сидит тоже симпатяшка. Такой. Но он только разобьется, мне кажется, если его уронить. Так, а я такая неаккуратная. Я вечно все задеваю. Я люблю мягкие. Вот типа вот этого Санта-Клауса мягкого. Потому что если его уронить, то ничего с ним не будет. Ну, вот видите, вот еще вот медведи. Медведи. Много медведей. Какие-то у них морды помятые. Так. Ну, вот такие вот всякие, видите, гномики. Тоже как сувениры подойдут своим близким родственникам купить друзьям. Смотрите, какой прикольный гном, да? И экономный. 20 евро. Вот такой вот. Есть еще вот такой на ногах. Это, по-моему, он и есть. У него ноги вытягиваются. Прикольный, да? У нас такой похожий в Питере есть. Просто на антресолях сидит еще вот такие всякие курочки. Просто нам в доме, в квартире, здесь в Испании некуда особо все это заставлять. А потом это надо в кладовку убирать на все лето, да? И поэтому я так думаю, по минималкам, по минималкам какую-то там. Санта-Клауса какого-то, какой-то там. Ну, то есть, знаете, что-то такое, чтобы вроде напоминало Рождество, Новый год, но немного. Вот хочу вам показать пижамы. Смотрите, какие пижамы. О, обалденные пижамы, но размер огромный. Я бы такую купила. В такой вообще сидеть классно. С капюшоном, видите, меховая. И я больше не, мне нравится больше на молнии. Но я думаю, что попозже будут еще теплые. Видите, тут и носки теплые. Все, вот в таких в основном ходят все, да? Одеваю только теплые. Ходят по дому с утра до вечера, да? В основном вечером, потому что вечером очень-очень холодно. Тепло дома не держат. Здесь еще раз повторюсь. Отопление дорогое, тепло не держит. Кафель на полу, да? Потому что все ржавеет, гниет, портится. Поэтому такая симпатичная. Потому что кафель самая универсальная. Смотрите, как она толстая, прям меховая. Вот так вот. Так что теплая Испания, видите, как бы на улице тепло. А в доме, кстати, да, зимой испанцы выходят на улицу греться. Да, потому что солнышко, все. И не везде же солнечные балконы, солнышко низко еще. Поэтому надо выходить на открытые пространства. Куда-нибудь в кафешке, рестораны. Сидят там своим кофейком и греются несколько часов. Да, потому что в квартирах холодно. В домах как в склепах. Вот так вот сказать. Понимаете, представьте, что такое склеп. Вот мы прошлой зимой просто коченели. Потом сделали ремонт. Сделались и подогрев пола в санузле. Потому что реально на пол наступить невозможно. Вот так что этой зимой нам холодно не будет. Если мы будем приезжать зимой сюда. По крайней мере в ванной. Вот эти тапки мне нравятся. Наверное, надо взять. Надо брать. Надо брать тапки. И, короче, так вот такие. Кстати, пижамка такая тоненькая, симпатичная очень. Ну вот, к чему размазываю. К тому, что надо брать и полы у нас холодные. Да, я хочу коврик какой-нибудь мохнатый купить зимой. Потому что прошлой зимой у нас был тонкий коврик. У меня сегодня было холодно. Я хожу в гости, смотрю. Там люди всех таких меховые всякие. Ковроли на себе постелят. Знаете, у кровати везде. Ну, понимаете, да? Ну, холодно, потому что. А летом, наоборот, прохладно. Потому что летом спасаются от жары. Закрывают ролеты. Включают кандей. И на улицу до ночи не выходят. Потому что плюс 50 дышать нечем. Вот. Но ночи, да, ночи холодные. И помните, у нас есть даже простынь с подогревом. Да, двусторонние. То есть, с моей стороны, подогрев с Рудольфа. Потому что кровать ледяная, когда на ней ложишься. Смотрите, какая приятная маечка. Маечка, штанишки. Прямо вообще супер-купер, да? Очень даже. Надо присмотреться мне. Что-нибудь такое взять. Какую-нибудь пижамку. Не знаю, теплую, не теплую. Прикольно. Вот это тоже. Кофточка-эмочка. Пижамка 12 евро. Это такая кофточка. А брючки отдельно. Это удобно, потому что брюки вам, например, нужно размером поменьше, а кофта размером побольше. Ну, по крайней мере, я так беру. Поэтому очень хорошо. Вот такой материал. Как-то меня немножко смутил. Думаю, если его постирать, наверное, через пару раз он будет с катышами. Знаете, мне по качеству здесь вещи напоминают Нью Йокер. Вот такое, неоднозначное. То есть, как будто недолгоноские какие-то тряпочки, да? Смотрите, батисты. Шампуни сухие продаются. Цену не увидела, не помню. Но вот они есть. Такие небольшие. А такие, ну, средние, да? Потом маски для лица. Обычно я заказываю на рандеву. Но вот если у меня все закончится, парочку штук я привезла с собой. Но вот здесь есть какие-то бюджетные. Но я вообще не понимаю, хорошие это маски. Откуда они, что это за маски, да? Ну, как бы аллергию не словить. Ну, конечно, не стала покупать. Ну, так ходим. Здесь есть косметика. И лаки, и всякие средства, и гели, и что только нет. Это что-то такое. Блоксин, по-моему, какой-то для тела. Такие тревел-версии. Это умывалка. Ну, вот я, честно, в отдел косметики не захожу. Я вам так коротенько сняла. Потом вот одежда для беременных есть. Ну, не смотрю эту дешевую совсем косметику. Она прям, ну, совсем бюджетная. Очень приятный свитер. Обалденный. Для полных людей или для беременных, девчонки. 18 евро. Обалденный. Мне понравилось. И качество, кажется, хорошее. Ну, прям очень хорошо смотрится. Так, рубашки, видите, разные. Так, теперь вот эти вот какие-то... Это сорочки тоже для беременных. Так, брюки. Здесь целый отдел брюк, джинсов. Но я здесь не покупаю. Я люблю страдивариусе джинсы покупать. Так, всякие рюкзачки. Какие-то бананки. Ну, так, пройдемся, посмотрим. Конечно, это совсем такой прям эконом-эконом. Да, вот это для детей. Всякие сумочки дорожные, косметички, панамки, шарфы. Шарфы, конечно, очень низкого качества. Так, сумочки. Давайте посмотрим, какую-нибудь сумку. Ну, такая эко-кожа. Кожзам, короче. Ну, знаете, как экономность такая сойдет. Ну, я, конечно, такой бы носить не стала. Вот меховые какие-то тут рюкзачки. Такие из дермантина рюкзачки. Сумки. Тоже дермантин. Ну, так, на пляж ходите или куда-нибудь. Так, вот это вот такие кошелечки. Вот тут вот для карт и для монетницы. Там такая молния. Тоже такие удобненькие, но они из кожзамы. Это жестенькие довольно-таки. Мне не понравится. Бижутерии. Бижутерии очень много в примарке, как видите. Так, ну, посмотрим. В основном очень много желтой бижутерии. Такой, да, различной. Она совершенно простая, очень дешевая. Прямо кольца наборами. Ну, в общем, знаете, да, у нас есть магазины, в которых тоже вот этого прям полно. Очень много серьги Конга. Много вот этого вот. Кто этот ушастый? Как он называется, вот этот вот синий ушастый? Напишите мне, пожалуйста. Я не помню, как он называется, ушастый этот. Видите, вот-вот куча различных сережек и белый металл. Да, у молодежи основной носит белый металл. Желтый носит. Женщины постарше. Здесь есть много чемоданов дорожных, много всяких вот этих вот там на шею повязочек, не повязочек для этого, для самолета, подушек. И вот такие шарфики разные. Но тоже выбор какой-то бедный. Черный, красный и серый. Зонтики есть. Вот такой маленький зонтик, побольше. Зонтики-трости. 5 евро. 6 евро зонт. И вот еще чемоданчики для детей. Есть еще для взрослых чемоданы. Но они такие скучные чемоданы. Так, и вот это уже детские товары на Хэллоуин. Показываю. Я уже перед кассой, так что показываю, что здесь есть, девчонки. Кто был в Примарке, ведь по возрастам, кстати, тоже есть, по годам. По месяцам, извиняюсь. Кто был в таких магазинах, напишите, что вы любите в них покупать. Магазин Примарк называется. Еще раз, и в каких странах еще есть этот Примарк. Вот эти детские товары. А я вас целую. Встретимся завтра. Отличного настроения. Грядущего Хэллоуина. И всего самого лучшего. Целуем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.